Здравствуйте! В эфире Артсреда и мы находимся в мастерской иркутского художника Александра Ивановича Шелтунова, который оставил после себя огромное творческое наследие. 30 картин художника находится в коллекции Байкальского университета. О том, как жил и творил художник, мы спросим у его жены Галины Брониславовны. Здравствуйте! Добрый день! Галина Брониславовна, но первый вопрос о творческом почерке. Вот Александра Ивановича называют специалисты художником загадкой, именно потому, что он в течение своей творческой жизни очень много раз менял почерк. Он был и графиком, и рисовал акварелию, и сейчас вот нас окружает очень большое количество картин, написанных маслом. На самом деле это настолько не свойственно для художников. Я, конечно, не специалист, я просто читала, что пишут об этом знающие люди, и они утверждают, что это примерно так же сложно, как нам, научившись однажды писать правой рукой, переучиваться на левую. Вот что это было такое? Это были этапы творческого взросления или были какие-то, ну, может быть, внешние моменты, которые его к этому побудили, подвинули? Ну, я скажу, что это были и этапы, и внешние моменты, поскольку начинал он с акварели, с книжной графики акварели. У нас была одна комната, в которой мы жили, у нас был маленький ребёнок, и Саша по ночам писал, а писать маслом в такой атмосфере было невозможно. Он красил акварели, и причём акварели у него были очень хорошие, полные воздуха, света, тепла, чудесные акварели. Но он всегда мечтал писать маслом. А это что, уже какой-то другой этап творческий? То есть это более сложная техника? Масло? Ну, я бы не сказала, акварель тоже очень сложный. Причём он писал по-сырому, и листы надо было делать сразу, да, сразу акварель надо было писать. С маслом, но и в масле он писал очень быстро, экспрессивно. Он вообще был очень эмоциональный и очень подвижный человек. Он ничего не умел делать долго. Мы, наверное, с ним так и сошлись, потому что я сама очень быстро и не могу сидеть долго на одном месте. Так что вы это учтите. Вот как раз хотелось спросить о семье и работе. Вот как это художнику, большому, кстати, художнику иркутскому было совмещать? Насколько важно для него было работать? Я просто читала вот эти вот книги, которые здесь лежат, и там часть ваших мемуаров опубликована. Вы, например, упоминаете такие ситуации, когда семья готовится к празднику, даже уже начинается какая-то суета, подходят гости, а Александр Иванович в соседней комнате сидит и творит. Вот что получается? Семейные праздники были для него менее значимы? Нет, он любил совмещать всё. А так и было, допустим, в мастерской, уже даже мастерские, когда появились у него, он любил писать дома. И я, когда говорят, ну, богемная жизнь, так живёт только богема, я такой жизни не знала. Я знала всегда, что он много работал, и ему нужно было отдохнуть хорошо и опять много работать. Допустим, в четыре ночи я выходила сюда, я просыпалась, его нету, я шла его искать. Он сидел на балконе, я ему говорила, Саша, а спать? Он говорит, да вот я и сижу и жду, когда кто-нибудь из опланетян сюда прилетит. А он верил бы на опланетян? Ну, он не то, что верил в это, но в каждой шутке всегда есть доля шутки. Ну, я думаю, что как человек с творческим воображением, он вполне верил в существование иных миров, инопланетных тоже. Ну, наверняка. А как вот начинался ваш быт? Вы же поженились, это, получается, ещё советское же время было? Конечно, мы поженились в 70-м году, и нам было обоим по 19 лет. Это здорово. И прожили мы 34 года вместе. Ну, жизнь-то она всякая была. Но то, что мне не было с ним скучно никогда, это однозначно. Я вот просто хочу узнать про советское время. Ну, очень разноречивые всякие, есть впечатления оттуда, от разных людей. Но как жилось художником тогда? Ведь это было время, когда все были одинаково бедные. Как вы это побеждали, и относилось ли это к вашей семье? Ну, конечно, мы жили очень небогато, но очень весело. Ну, я была так воспитана, что можно обходиться малым. И из чего-то совсем пустого что-то приготовить. Так и жили. Я зарабатывала деньги, работала, всегда старалась работать. Но когда он стал зарабатывать сам, он мне сказал, всё. Увольняйся теперь. А вы кем работали? А я, в принципе, полжизни проработала в интуристе. В гостинице и в бюро приёма. А как вы работали в интуристе тогда в советское время? Тогда же границы были закрытыми? Почему? Интурист всегда был. И всегда очень много туристов было здесь. Сюда приезжало очень много туристов. Все ехали в кругосветку, дорога шла через Иркутск на Китай. Поток не прекращался. А я работала сутки, и трое было дома. Поэтому меня эта работа очень устраивала. А вот если посмотреть на Александра Ивановича в кругу семьи, чем он любил заниматься? Были ли у него какие-то увлечения? Живопись он любил заниматься. Это мы поняли. Только живописью. То есть это было важнее всего? Важнее всего. Вот если говорить о соотношении, допустим, таланта и работы, всё время говорят, вот сколько должно быть процентов таланта, а сколько работы. Вот если говорить об Александре Ивановиче, как бы вы построили это соотношение? Ну я бы сказала, что 100% таланта и 100% работы. Он работал всегда. У него всегда были карманы забиты блокнотиками. Тогда же не было фотоаппаратов таких, чтобы быстренько снять на камеру. А он всё зарисовывал, у него почеркушек. Вот сейчас у него хранятся коробки с почеркушками. Блокнотики, листики, тетрадочки. Он всё время рисовал. Ну это, кстати, уникальные сейчас вещи. Конечно. Вот никогда не задумывались, чтобы сделать музей Александра Шелтунова? Ну, было бы замечательно, если бы кто-то был спонсором этого музея. Это сложное мероприятие. В то время, когда Александр Иванович работал, начинал работать, на самом деле огромная плеяда творческая выросла в Иркутске. Можно ли сказать, что это было творческое братство? Кто был в числе его друзей? Были ли завистники? Ну, про завистников не будем говорить. Он не любил об этом говорить совсем. А друзья, конечно, были. Мы очень дружили с Муравьёвым, Сашей и его семьёй. Очень долго вместе общались, дети общались. Ездили в Порт-Байкал на дачу к Муравьёвым. Потом сами там купили домик. И это было очень интересно и весело. Ну, а вообще-то дружили художники между собой? Ну, конечно, дружили. Вот Валера Мошкин был его приятелем, царственным небесным. У Саши было одно замечательное правило. Он никогда ни про кого не говорил плохо. Никогда ни про кого не говорил гадости. И если кто-то что-то мог сказать про него, он на это даже не обижался, а просто забывал об этом сразу. Старался не вспоминать. Ну, а было такое, чтобы они совместно разрабатывали какой-то проект? Вот сейчас очень много такой командной работы. Нет, я думаю, что он просто такой индивидуалист был. Работать любил один. Но потом с Никитой. Вот когда Никита вырос, Никита ему очень много помогал в мастерской. А потом стал Никита писать. И вот они вдвоем. У них как-то было так... Тандем образовался. Да. Здорово. Как вы думаете, в то время... Просто сейчас меня окружают совершенно другие картины. Они так будоражат воображение. Они такие яркие, классные. Ну, поговорим немножко еще о предыстории появления этого цикла, о том времени, который мы именуем советским. Можно ли сказать, что в это время была какая-то цензура? Вот когда писатели говорят о своем творчестве, они говорят, вот я не мог писать об этом, потому что я был ограничен какими-то рамками. Вот в отношении изобразительного искусства, цензура, как считаете, была тогда? Ну, может быть, она и была. И может быть, это и неплохо, что она была. Вот сейчас распущенность в телевидении, в прессе... Я думаю, что мало хорошего от этого. Но я не скажу, что кто-то мешал работать, кто-то не... Наоборот, были творческие поездки. А куда тогда ездили? Ну, допустим, он ездил на Синеш, на творческую дачу под Питер. По Золотому кольцу были поездки. На Дальний Восток он ездил. По БАМу, цикл БАМовских работ и цикл о Дальнем Востоке. Замечательная работа. Это все оплачивало государство эти поездки. И он работал с большим удовольствием. Ну, то есть, все-таки получается, что вот это, можно сказать, был государственный заказ. Так что можно о какой-то идеологии в работах говорить? Ну, можно и говорить, конечно, об идеологии. Но никто не давил. А может быть, гибкий художник был. Ну, не знаю. Мне казалось, что никто не мешал ему работать так вот. Чтобы вот так вот говорили нет. Это плохо, это нельзя, это нельзя пропустить. Нет, они не так говорили. Они говорили, ну вот сейчас БАМ у нас тройка века. Надо, Александр, создать несколько полотен. Вот они ездили на БАМ и писали очень много. И много воспоминаний было хороших о том, как они ездили на БАМ. Их же ездила большая группа художников иркутских. Они там писали, знакомились, общались, приезжали с какими-то посылками, подарками с БАМа. Ну, стой что? Ну, то есть все вот эти работы типа «Ночная жатва», «В тоннеле», «Трудовой день» он создавал с таким творческим одухотворением. Ему нравилось, да, что он работает вот в этой теме? Ну, надо сказать, он искал в этой теме что-то интересное. А, ну да, да, понятно. Он находил это интересное и писал, и у него получалось. Ну, любую тему, ну, я не знаю, наверное, разве можно развить и что-то найти там. Он находил. Он находил, и есть работы, которые до сих пор трогают. БАМовская работа, когда женщина сидит у вагончика с ребенком на руках. Я нынче лежала в больнице, со мной лежала женщина, она, работали они с мужем на БАМе. И когда она увидела, я ей показала работу, говорю, вот это Саша писал на БАМе. И она даже прослезилась, сказала, я так с ребенком сидела в вагончиках. Александр Иванов 20 лет создавал одну картину. А Александр Иванович создал такое количество полотен, что, я не знаю, даже вы когда-нибудь считали их? Стараюсь не считать, но их много. Ну, когда вы вот создавали вот эти альбомы, наверное, вы пришли к какой-то цифре? Ну, да, это надо спрашивать Артемия. Он у нас все знает. Александр Иванов тоже он писал 20 лет одну работу. Но к этой работе он сделал тысячу портретов, рисунков, почеркушек. Это же все тоже не просто так. Вот он сидел и каждый мосок 20 лет выводил. Нет, это была подготовительная работа, много предыстории, много ездил и думал. Ну, и он так, наверное, работа висела. Он думал, сегодня я писать не буду, я подумаю над ней. А Александр захлебывался тем, что он видел. Ему надо было это срочно выплеснуть на полотна. Ему надо было показать это все. Он в силу своего темперамента не мог долго писать одну работу. Ну, а можно сказать, что какой-то жанр для него был любимым. То есть он любил, например, рисовать городские пейзажи, вот какие-то портреты. Ну, у него разные совершенно тематики. Он очень любил Иркутск и очень любил Байкал. Ему очень удавались байкальские пейзажи. И Иркутск – это любимая тема. Вот даже по этим работам. Мы обязательно поговорим чуть позже. Это, конечно, вообще уникальный цикл, я считаю. Вот расскажите, как вы поездили по миру. Вы вместе же ездили всегда, нет? Да, были моменты, когда мы ездили вместе. Допустим, во Франции мы были вместе с ним. Да, во Франции, в Америке, в Корее, в Китае, где он только не был. Вы с картинами тогда ездили? Ну, были моменты, когда они с Никитой ездили. Первый раз мы поехали во Францию, и мы просто поехали. А потом два раза они с Никитой ездили, возили туда выставки. И выставки имели успех. В Нанте выставлялись на Биеннале. И очень нравилось там всем. А как иностранец воспринимает наши картины? У него другое немножко восприятие? Вы смотрели на этих людей, которые видят эти полотна? Мне кажется, хорошая работа, она трогает вне зависимости от национальности. Если работа хорошая, то человек видит её. И он не думает, что это не моя страна, это не моя родина, это не так, как у меня. Он просто видит хорошую работу. И она трогает его сердце. Откликается на неё. А можно ли сказать в связи с этим, что Александр Иванович имел какую-то такую уже мировую узнаваемость? Или это преувеличение? Ну, я думаю, что можно. Если бы не случилось того, что случилось, следующая выставка должна была быть в Южной Корее. Ну, Господь, Он сам распоряжается нами. Ну, нет вот этого. Значит, нет. А были ли ученики? Никита? Ну, да, в данном случае вопрос риторический. Ну, преподавать он не хотел. Ну, вот Никите, он преподавал, Никита видел и чувствовал его. Он больше показывал, чем говорил в работе. Мы же начали с того, что в коллекции Байкальского университета около 30 полотен Александра Ивановича. Вот что-нибудь из этой истории можете вспомнить? Я же думаю, что это не всякий день происходит, когда картины передаются целыми коллекциями. Кто, так сказать, навел на эту мысль? Какие-нибудь, может быть, обстоятельства? Ну, Михаил Алексеевич у нас был в гостях. Он видела работу, ему понравилось. И он решил, что эти работы украсят здание Академии. И стали думать, стали смотреть. И поскольку Михаил Алексеевич, он сам очень любил живопись, и он рассказывал, когда учился в Питере, подрабатывал в музее. И вот с этого началось. Сначала думали, потом смотрели, потом выбирали. А с этого началась вся наша Байкальского университета коллекция? Да, мне кажется, да. Именно с Александра Ивановича работа, да? Уже потом начали дарить и покупать у других художников. А сначала у Александра Ивановича. А проникновение вот Александра Ивановича в эту тему, насколько было глубоким? Приходил, быть может, он в Байкальский университет или Академию тогда и смотрел, как это всё висит? Конечно, они развешивали работы, они смотрели, они гордились этим, конечно. Ну, вообще, я считаю, что это уникальная история. Когда дети смотрят... Ну, все же мы родом из детства, и нас детство воспитывает. А когда молодое поколение смотрит на хорошую живопись, даже не замечая этого, происходит воспитание. Я так думаю. И он гордился тем, что эти работы там есть. Здорово, согласна с этим. Ваш батюшка сказал однажды вам, только полные дуры выходят замуж так рано. Вот прожив долгую жизнь совместную, какой вы вывод сделали, насколько рано или поздно нужно соединяться узами брака? Ну, опять же, мой папа сказал маме, когда мы объявили, что женимся, не мешай ей, вдруг это её судьба. Так вот, это моя судьба была. Я не пожалела никогда о том, что вышла замуж так рано. Я очень люблю свою семью, своих детей, и очень любила своего мужа. Я его сейчас люблю. Я сейчас с ним веду разговоры, я сейчас ему что-то рассказываю, бываю чем-то недовольна. Я целый год плакала и ругала с ним, когда он умер. Как можно было меня оставить вот так? Ну, потом я поняла, что это, наверное, и не от него зависело уйти так рано. Потому что планов у него было громадьёв. Он хотел ещё много чего, и ему нравилось жить. Ему нравилось жить. Он очень любил детей своих. А можно ли сказать, что вы были его музой? Или вдохновляли его на создание каких-либо картин? Ну, наверное, вдохновлял. Пирогами и булками. Он любил сдобу? Он очень любил мою кухню. Он очень любил, как я готовлю. Причём у него была смешная присказка. Когда приходили гости, он говорил, ой, как я люблю гостей, непременно что-то вкусненькое будет. Все хохотали, что у тебя так вкусного не бывает. Ну, с гостями всегда, но вкуснее. Изысканнее гораздо. Он любил, если я что-то готовила, чтобы пригласить гостей. У нас всегда было очень много людей в доме. Мы редко садились за стол одни. Он любил меня как-нибудь подколоть. Не без этого. Но я тоже долго не оставалась. В общем, мы жили весело. Как вы познакомились? Каким он был? Женихом? Был ли он романтичен? Он, наверное, не был женихом, потому что мы познакомились и на четвёртый день пошли в ЗАГС. А, да? Молодцы какие. Как вы быстро поняли всё о себе? Ну, моя мама очень плакала, потому что замуж за художника она... Ну, история не такая. Я после школы собралась в театральное училище. И моя мама меня очень отговаривала. У меня забрали даже документы, чтобы я не сделала такой глупости. Она говорила, это же богема, это же неизвестно какая жизнь. У тебя никогда не будет нормальной семьи. Ну, я её послушала, в театральное не пошла, но вышла замуж за художника. Так что... Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Судьба была предопределена. Да. Здорово. Вот мы сидим в окружении вот этих великолепных картин так называемого Иркутского цикла. Он был создан к 350-летию Иркутска, хотя, кстати, намного загодя. И Иркутск, с одной стороны, очень узнаваемый на этих полотнах, а с другой стороны, он немножечко фантастичный. И очень романтичный. Да, да. Потому что вот мы видим девушки в шляпках, мужчины, да, там, я не знаю, в цилиндрах с тростью летят пролётки, золотятся купола церквей. Это же не настоящая натура, это вот картины, созданные в воображении, некоторый экскурс в прошлое. Как этот цикл создавался, кто надоумил, как долго он над ним работал? Ну, работа-то была, это не просто фантазийная работа. Он очень много работал в музее, смотрел документы в музее города Иркутска. Очень много было пересмотрено, передумано. Это всё создавалось, писалось это легко, а перед этим была кропотливая работа с документами, много фотографий он смотрел старинных. Он смотрел то время, как в Иркутске было, как люди одевались. Ну, вообще, это всё, всякие вывески на домах, это всё, вот там, допустим, парикмахер Лазерсон, он это всё где-то видел. но потом он очень любил, вот это всё такое золотое, чудесное, он очень любил осень. Осень доставляла ему большое удовольствие писать. А как он писал? Ну, это были какие-то натурные съёмки? Он выезжал на улице или писал по памяти? И как это всё? Ну, они с Никитой много ездили по городу перед тем, как начать работать. Ездили, смотрели, вот в музее были, а потом он запирался и писал. Никита ему в тот момент натягивал большие холсты. Это тоже большой труд загрунтовать холст, подготовить. Вот к этой выставке, которая была к 360-летию, когда Саше бы исполнилось 70, Никита поменял все рамы на всех работах, именно к выставке. А вообще вот город Иркутск для Александра Ивановича что значил? Он родился не здесь? Почему он здесь остановился? Так судьба сложилась? Или это было во время? Он приехал сюда поступать в училище в 14 лет. Причем приехал, точно зная, что он поступит. Мария Андреевна сшила ему матрас и подушку, и он с этим матрасом и подушкой сюда приехал. Тогда еще не было общежития, училища. Он снимал квартиру возле третьей школы. У него, по-моему, было 18 что ли квартир, в которых он жил. Мальчишкой в 14 лет поступить потом все лето он проработал в бригаде дорогу они где-то ремонтировали, чтобы не ехать домой. А первый же год после учебы он поехал на север, там, где золото моют, на драгу и оформление помните плакаты там мы строим коммунизм огромного размера. Вот он таким образом заработал денег, чтобы учиться следующий год и поехать в Москву, в Питер, в Прибалтику. Он сам зарабатывал эти деньги и потом путешествовал. Но для него очень важно было, выражаясь таким языком специфическим, насмотреться. Насмотреться, увидеть, прочувствовать. Ну, а остался здесь, потому что мы, я была иркутянка и мы поженились. Его потеряли в училище, ему надо было готовиться к диплому, а мы с ним поженились. Через неделю он пришел и сказал, что он женился. На что ему Новикова сказала, сначала надо было вплотную к экзаменам подойти. Но все равно экзамены он сдал. Мы поженились, но и решили съездить к его маме. Ну, должен же он был меня показать. Ну, да, конечно. Мы туда приехали, в Комсомольск. И остались на 4 года, потому что там нам давали квартиру. Вот когда мы получили эту квартиру, еще год там пожили и вернулись в Иркутск. И в Иркутск вернулись уже, он сказал, никуда отсюда не поеду, он очень любил Иркутск. Он любил все в Иркутске. Даже то, что порой раздражало, ему нравилось. Ну, были ли какие-то уголки, места, улицы? конечно. Старый Иркутск, деревянный Иркутск, это его любимая тема в живописице была. Вот предмессия Марата, там, где мы с ним познакомились, где он жил. Я видела на одной из картин церковь, еще белая, с голубыми куполами, а сейчас все совсем не так. И он это очень любил писать, очень. Ну, вот, и так мы потихоньку стали жить. Прочитала, что Александр Иванович очень нервно и ревниво относился к критике. Как это понять? Ну, я бы даже этого не сказала. Он это пропускал мимо ушей. Может быть, он в душе переживал, но виду никогда не показывал. Не правда. А кто мог критиковать? Ну, таких-то людей всегда много было. Люди, которые может быть, завидовали внешнему благополучию. Кстати, это удивительная судьба. То, что вы рассказываете, она кажется действительно такой вот прямо предопределенной, легкой, видимо, потому что путь освещал ему талант какой-то и ваша любовь. Наверное, но в жизни никогда ни у кого не бывает очень гладко. Было очень много тяжелого. Были тяжелые моменты жизненные, но мы как-то сумели это пережить. Поэтому то, что нас не убивает, нас делает крепче. вот хочу спросить о том, что в вашей семье не один художник, уже может быть даже скоро целая плеяда вырастет, если Добрыня станет художником. Как вообще вы к этому относитесь? Насколько это для вас важно, чтобы дело продолжалось? Нет, это, конечно, очень хорошо, чтобы дело продолжалось, но надо, чтобы при этом присутствовал талант. Вот у Никиты он присутствует, а у парней еще не знаю. Но когда рос Никита, у нас висел такая бобина бумаги, и каждый из детей подходил, отрывал и рисовал, и никто никогда не говорил нельзя, никто не говорил, что ты испачкаешь обои, или там что этого делать не надо, все разрешалось. И сейчас, когда малыши начинают очень буянить, собираются здесь гости, начинают очень громко буянить, кричать, веселиться, Никита выносит им пару больших листов бумаги, дает краски, и вот они тогда здесь лежат на полу, красят, и иногда у них даже что-то хорошо получается. я буду надеяться, что из этого будет толк. А вот Никита же не сразу стал художником, он же закончил лингвистический университет, не сразу понял, или как? Наверное, тут была еще и моя вина. Я сказала, что нужно получить образование. Решили маму повторить. Да. И Никита перед этим участвовал в выставке в Лондоне, и у него там купили работы, и он этими деньгами заплатил за первый год обучения. Здорово. А вообще, кстати, работы большого художника, они как вообще продаются? Было ли желание их продавать? Я смотрю, у вас много картин. То есть, как я понимаю, что-то препятствует тому, чтобы передавать это в чужие руки? Ну, нет. Вот я скажу, художник живет, но это работа. Творчество он все-таки свое должен продавать. Художник должен продаваться. И для того, чтобы жить, надо продавать работы. И когда работы продаются и попадают в хорошие руки, я очень довольна. А это нельзя сказать, что это такой бизнес? Ну, это жизнь. Но для того, чтобы так жить, надо продавать. И Саша их продавал. Ну, правда, были такие моменты, когда у кого-то, допустим, как он считал, мало денег, и человек давал меньше, чем... Допустим, я знаю, что стоит эта работа. Я ему говорила, повесь объявление, что даешь даром. Он мне говорил, ты не понимаешь, человеку понравилась работа, лучше мы ее отдадим. И все. А как, из чего складывается цена картины? Ну, из много чего, из имени, материалов, красок, времени. Цена складывается из многих частей. Если вы работаете, что работы должны продаваться, значит, нужно как-то работать с заказчиками? Были ли такие работы, которые не от его творческой воли рождались, а по заказу? Ну, по заказу, конечно, были работы. Портреты, допустим, писались по заказу. Ну, редко кто хочет иметь у себя дома портрет чужого человека. Но, если этому портрету не 300 лет, то как-то не хочется иметь чужого дядьку у себя на стене. Правда? Значит, это работа, которая делается под заказ. иногда приходили люди и заказывали, допустим, что бы хотели. Но Саша, как всегда, развивал эту тему. Вот он написал заказ, а потом по этой теме еще так прошелся и так, и так, и получилась серия. А, серия. А вот вообще портреты. Говорят, что портреты, они в какой-то степени отражают художника. даже есть портреты людей, например, у Леонарда, говорят, что они не столько портреты, сколько автопортреты. Что-нибудь такое замечали? У нас много лиц Сашиных работают. Есть лица, ну, моих вот в этих, он несколько раз писал мой портрет, но каждый раз я была недовольна им. Ну, мы себя представляем, наверное, и видим гораздо интереснее и симпатичнее. Правда, теперь с возрастом я понимаю, что это были неплохие работы, потому что ты стареешь, а там молодая и довольно симпатичные портреты. Вот так. Галина Брониславовна, я вас благодарю за это интервью. Спасибо, что вы отозвались на нашу просьбу. Желаю, чтобы в вашем доме никогда не угасал огонь творчества. Спасибо вам большое. Смотрите нас на телеканале Байкал-Универ-ТВ по адресу bgu.defis.tv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова